Всем привет, друзья! С вами Дмитрий и канал Деревня. Сегодня мы находимся на участке Артемия и Алины. И вот пробежимся немножко по новостям, какие тут изменения произошли. Ну, тут немножко огородных новостей. Что тут у вас интересненького? Да вот разбираемся, разбираем работу над ошибками. Вот здесь вот хорошо посажено, более-менее, да? А то тут засыпали серединку. Да-да-да, у нас по два-по три хвостика в одной лунке сидит. Ну, это чтобы выжили. Да, чтобы стопроцентное попадание было. Понятно. Ну, морковка, я смотрю, да, тут. Надо пробежаться, прям проверить, все, каждый. Надо будет раскопать, раскопать. Морковка, да, я смотрю, у вас тут. Колосится. Прореживаете? Все, колосится у нас, да. Так, это не морковка, это роман. Мы только в виде укропа, если ее путаем вместе с укропом, тогда это самое, это укроп. Лучше укроп с морковкой не сажать рядышком. Потом не распознать. Нет, не укроп. Не укроп же, нюхай. Нет, что-то такое. Это ромашка. Я смотрю, у вас тут вирусы. Горох вообще, не хуже нашего. Два или три стручка оставьте себе, чтобы прям на кусте высох, пожелтел. Потом срежете его, оставите на семена, а на будущий год покупать не надо. Сорт хороший просто. Да, сорт называется хороший. Да, как это, продам козу белой породы. Да, так и у нас, так, продам козу белой породы. Так, а что тут у нас? Ну вот, надо. Слизун. Любимая теща. Приехала в порядке наводить. Огород не полот. Слушай, я никогда не думала, что я в этой роли окажусь. Ой, приехала в порядке наводить. Ну, ребенок, расскажи, папе, маме помогаешь? Никит, папе, маме помогаешь? Только когда у них еда есть. Помогаю, скажи. На руках сижу. Красота? Красотища. Кусты все заросли. Мне всегда за наши грядки, ну что поделаешь. Руки не хватает. Понятно, понятно. На следующий год уже легче будет. А интересно, у нас малинка покраснела. Пойдем посмотрим. Малина? Красота. Да. Мы уже съели одну красную малину и уже одну синюю голубику. Что-то у вас тут подзаросло все. У нас зато столбы выросли. Столбы, да. Столбы. А не прополоты. Прополоты, да, все хорошо. Удобрены. Удобрены камнем, да. Тобой гляди, заголосятся. Поэтому огород зарос. Ну, голубика, да, все. Голубику подъели, походу, все. Одна была, лиска ее сточила, ягодку. А вот здесь вот малинка. Она еще не покраснеела. Была, кстати, красненькая, видимо, вчера. Кто-то сточил ягодку. Сточил ягодку, да. Лиска, наверное, все-таки заходила сюда. Контролирует плантацию. Конечно, это все под ее тщательным контролем. Понятно. Ну, хоть что-то. Соседи говорят, пересаживайте вон туда, поближе к нам. Мы там тоже высадим этот самый малинку. И у нас здесь будет малиновая плантация. Вот поэтому вот здесь где-нибудь. Я говорю, идейка неплохая, в принципе. По крайней мере, по согласованию. Потому что, насколько я знаю, малину надо сажать по... Это самое... По взаимному... По взаимному согласию с соседями. Ну да, сорняк тот еще. Хотя 300 рублей стоил. Ага. Попробуй попью его еще. Расскажи-ка нам, что тут у вас новенького по столбам, по забору? Вот что у нас растение. Вьюны? Да. Пока его зацепляем только за столб. Сетки нету. Будет гетер-сетка. Сосед молодец, вписался с нами в забор. Пополам складчину решили? Да. То есть вот он купил два участка себе. И... Там соток. Ну здесь два участка по 8 соток. Того 16 у него. Отлично. Вот. И он согласился нам помочь установить столбы. Металл у меня был закуплен. Вот. Щебень все мое как бы. А он помогает, помог мне с установкой. То есть мы с ним в двоечка вот эту стеночку полностью выставили. Кстати, посмотри, как красивенько получилось. Да вообще четко. Вот. По уровню, по линеечке. Да. И как бы это самое... Что еще? И он будет покупать сюда гетер-сетку. То есть столбы мои. Щебень мой. Бур мой. Все. А его гетер-сетка. И мы их потом на скобы сюда цепляем и все. Бур, кстати, ты купил сейчас? Купил. После того раза, как мы попробовали вот этот... То, что арендованный. Прямо я захотел себе такой же. Пойдем? Да, правильно. Покажу. Лучше, чем арендованный. Ой, намного лучше. Намного. Прямо шикарный. Такой инструмент, я думаю, что он мне пригодится просто делать вокруг, например, этого... Ну, вокруг домика. Кстати, смотри, вот домик у меня. Домик уже все обозначен. Да, обозначены границы. Вот такие вот растяжки стоят. Ловушки. Ловушки. Для неопытного. Да, можно какие-то тряпочки подвязать, чтобы видно было. Вот. Я думаю, буду, например, дренажку делать, правильно? Ну да. Я уже могу взять буром, луночек насверлил, ну, как нужно мне, и разбил стеночки, как бы. Бур всегда будет в работе. Прямо, и он такой, прямо решает. Сейчас вот заглушечки надо пробежаться. На столбики, да? Да, в прошлые выходные доставили тут раз, два, там пять столбиков. А вот еще, да, здесь есть, а там... Да, вот эти у нас уже были, это мы в те выходные сделали. На самом деле, тяжело делать уже больше, там, девяти столбиков. Нам, по-моему, в день, да, нереально. Просто уже, мы вроде взрослые и такие, это, не слабые дядьки, но все равно тяжело. Больше девяти не выходят. Больше девяти тяжко, да. То есть мы, вот этот пролет, сколько здесь, раз, два, три, четыре, тоже, наверное, штучек девять или одиннадцать. Первый день сделали, потом вот второй выходные мы сделали вот тут, вот этот пролетик. И у меня еще между этим соседом, там, вот, четыре столбика мы втыкнули. Тоже мне, кстати, сосед помог, но попросил, чтобы я ему помог закрыть его пролет. Вот, ну, вот этот он пролет будет с этими соседями, я им дам бур, они вместе будут делать. А я ему говорю, я тебе помогу лучше дальний, чем это. Ну, вообще, хорошие соседские отношения, дорогого столбика. Да, да, он вроде нормальный, тем более тезка, мы с ним быстренько. Тоже теми. Да, 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 быстро общий язык нашли. Понятно. Вот, так, в принципе, что у нас новое. Там, с той стороны, я начал штакетник уже обвязывать. Тут у нас, сейчас дойдем вон до туда. Смотри, здесь получается как. Здесь у нас калиточка, наверное. Между соседями. Что близко бегала к ним за клубникой. Он обещал, что у него теща будет огородница, и будет много здесь малины и клубники. Я говорю, ну, тогда вот этот проход оставляем, чтобы близко бегала к ним за клубникой. Вообще, так полезно иногда, чего-то перевезти, протащить через калитку. Да нет, на самом деле, я не знаю, сомневаюсь, конечно, что здесь будет что-то. Ну, проход аккуратненький получился, просто здесь гидролист, ну, вот эта гидролистка, она идет листами по 2,5 метра. И поэтому мы начали от дороги, ну, чтобы красиво там стояло, что там, что здесь от дороги, как бы по углам. А сюда уже как получилось? Ну, да, сюда уже сходится, что осталось. Вот, и надо, получается, так, чтобы у нас еще 2,5 метра нахлестывались на столб, чтобы мы это могли обжать, чтобы не варить никакие ушки, ничего, чтобы она красивенько была. То есть вымерялось, помимо того, что вертикальная плоскость, горизонтальная, плюс расстояние все время поддерживалось сверху, снизу. Короче, высокоточная установка столбов. Блин, без них вообще нереально, надо именно 2 уровня, именно с магнитиками. Да, пару раз прилипали так, что вот такие вот камни у нас, вот это вот вытащено из лунки. Прямо это вот одно из лучших удовольствий, которые мы получили здесь, потому что вот этот, он, по-моему, вот здесь был. А, вот еще один, вот этот вот, товарищ, это вот из этой лунки. Вот такой вот. То есть это все было где-то на глубине метр. Вот это было просто уйма впечатлений, да, ощущений. Все это так прямо классно было. И вот эти столбы мы не красили, потому что здесь еще к ним, на них, во-первых, просто еще куча ниток навязана. В одну, во вторую сторону, вот эти вот, по которым мы выставлялись. Вот, поэтому, как бы, они еще пока не открашены. Ну, столбы отличные пришли прямо вот ко мне в масле, и они так вот и не ржавеют. Вот он уже стоит, наверное, черненький. Третью неделю стоит. Ага. Прекрасно. Вот. Воды могу показать. Воды в колодце, смотрите, просто сколько. О-о-о. У нас получается шесть колец, и мы видим только два, 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 два кольца. И то, как бы, второе кольцо, видишь, уже заполненное. Ну да, судя по высоте, вот, метр с хвостиком и вода. Метр с хвостиком и вода, да. Да, у меня где-то метр восемьдесят сантиметров где-то вода, уровень воды стоит. Близко, близко. Близко. Мы даже, когда вот эти вот столбы рубились, и где-то, когда уходишь на восемьдесят сантиметров, на девяносто, получается, что уже там потихоньку набирается в лунку сразу же вода. Поэтому, поэтому тут вообще сейчас сложности, не знаю, какой фундамент ставить, скорее всего, из-за этого будем ставить плиту на песчаной, ой, на подушке и щебня. А вот по поводу крыши ничего не думали, я смотрю, у вас большинство металлочерепица, и в редких случаях идет мягкая кровля. Пока не задумывались? Я бы, конечно, хотел мягкую, я не хочу металл. Не хочешь, да? Не хочу металл, хотел бы мягкую какую-нибудь кровлю, но, честно, она еще так далеко от нас. Понятно. Что, что прямо не знаю. Склонялся, конечно, к техно-николю. Они тоже, у них очень много интересной продукции. Мы, когда смотрели, хотели плоскую крышу, мы думали именно их материалы с плоской крыши использовать. Ой, а здесь я забыл подправить. Ну, да, этот подключил. Ну, кстати, ничего так. Наверное. Да, вот эта сторона была прямо тяжелой, здесь очень много было этого самого камня. Они, вон один лежит, наверное, тоже выкорнили. Вот это вот все, что здесь по периметру лежит, вот такие крупные, это все повылавливали из лунок. То есть здесь камней не было. То есть, смотри, здесь вот, вот, вот это, вот это, оно все, все из этих лунок. То есть здесь, здесь ничего не было такого. Здесь даже вот не получилось. Они у нас по три метра нарезаны. И вот у нас не получилось дальше даже пробиться. То есть мы пробурились, насколько смогли, уперлись в камень, начали пробиваться, да. И не получилось, его гнуло, уводило в сторону. То есть, ну, пришлось вот кусочек обрезать сверху, что он не в уровень. Ну да. Ну, это мелочи. Да, но остальные-то чутенько стоят там. У нас огород наш, конечно, подзатухает вообще. Это да, когда стройка идет, тут не до огорода, не до живности. Я не представляю, как мне вот вокруг кустов уничтожать вот этот вот тростник. А надо ему не давать таким становиться. То есть, постоянно подкакивать леской, например. А леской я не снесу этот самый. Ну, аккуратненько. Аккуратненько. Ну, как и бывает. Ну, все, последняя заглушечка. Ну вот, забор готов. Шли зеленые столбы, а здесь мы уже покрасили серенький графит. Сюда я наварил откровенно, прямо на столбы. Молниотвод? Ну, типа того, да, громоотвод. Фишечка, чтобы выловить верх. Здесь пойдет верх штакета. Вот. Так его чуть-чуть наклонил, чтобы поймать расстояние штакетинки от этого самого. От направляшки. Это у нас будет фасадный, красивенький. Пойдем, я там уже начал что-то делать. Покажешь нам, что? Профнастил? Нет, нет, никакого профнастила. Я не хочу прямо отгораживаться от соседей. Прозрачненько хочешь? Ну да, да, да. Ну вот так вот, смотри, если под таким углом, то в принципе профнастил. Но не профнастил, не совсем профнастил. Да, штакетик у нас будет идти здесь, серенький штакет. С этой стороны фасадик. На самом положении. Да, расстояние взял такое, чтобы сильно не присматривалось, ну не просматривалось, конечно. Но и как бы было, чтобы легкое, без всяких. Взято здесь расстояние 2,5 сантиметра. Подглядели это где-то там в начале поселка. Ну, у нас несколько вариаций. И штакетов у людей сделаны, формы, и расстояние между ними. Кто-то делает на большом расстоянии, чтобы перекрыть шахматным, ну в порядке. Но тогда вообще ничего не просматривается, ничего. Дальше люди ради экономии делают расстояние между ними 5-6 сантиметров. Тогда это совершенно прозрачный забор, который смотрится отвратительно и некрасиво. Мы делали 2,5, и в принципе, когда под углом находишься, когда едешь по дороге, например, у нас уже участок так сильно не просматривается. Ну, зато если я захотел из дома, например, посмотреть, кто ко мне пришел, под прямым углом просматривается шикарно. То есть у меня есть возможность что-то увидеть. А так, чтобы по дороге, там кто-то, когда в движении едет, ну, оно уже все равно прикрывает. Опять же, пыль прикрывать будет. Ну да, отсекает. Ну, то есть вполне, вполне такая адекватная штука. Вот. И решение, чтобы его ставить, это у меня магниты. Я к ним приделал резачок у меня здесь металлический. Сейчас я это откину. Это шабончик где-то 2,5 сантиметра. Да, получилось ровно, ну, 2,4 сантиметра у меня здесь. 2 сантиметра 4 миллиметра. Аккуратненько сделал его изолентой, чтобы не царапать, потому что очень, очень нежный материал. Вот тут вот его пока распаковывали, это первая была штакетинка, уже где-то вот поцарапали. Он не оцинкованный там? Он оцинкованный и покрыт уже краской. Сверху. Все краешки загнуты на случай, что мы именно искали подороже, которые вот, чтобы, если пальцы ссувать, чтобы дети не обрезались, ничего. То есть спокойно, без всяких. Острый только верх. Ну, сверху они не полезут никуда. Скорее всего. Я так понял, первую поставил по уровню. По уровню, а дальше я, да, погнал. Где у меня железочка просто. Я ставлю к этой. Притерочку. Да. Сюда ставлю вторую. А сейчас беру штакетинку. Ну, она такая, не тоненькая, я смотрю. Какая у нее толщина? Если бы я знал. Нет, я знал, но я не помню. Но она достаточно прочная, крепкая. Она не, ну, не качается, не болтается. То есть она такая. 0,45 или 0,35, не знаешь. Не помню. Где-то в бумагах есть, но сейчас мы это дело уточним. А как по ним отзывы? Не гнутся они у народа, заборы эти? Они гнутся во момент транспортировки. То есть когда ты либо сам неправильно везешь, либо еще что-то. У многих вот там вот загнуты верхушки. То есть мы везли это все на прицепе. У нас 1,80 метра, все в прицеп поместилось. Без всяких. Сами съездили на завод. Сами забрали, нам аккуратно все отгрузили. То есть фасадик у тебя, сколько он метров, вот ты собираешься покрыть? А, 37 метров. 37 метров. И у тебя закуплено на все 37? У меня закуплено еще и на тот уголок. Вот там еще метров, 5 метров еще калитка и 6 метров или 7 метров еще туда до бытовки. То есть... 42 метра получается. Да. И сколько тебе это обошлось? Подписчиков наверняка будет интересовать. По-моему, в 40 тысяч. 40 тысяч, 42 метра. Да, но я производил... Ну, мы еще считали... Шаг не 2,5 сантиметра, а 1,5. 1,5 сантиметра. Сегодня сейчас, попозже подойдем, посмотрим. Так, а я про магниты, кстати, говорил, не договорил. Сейчас главное мне не уйти в канал. В чем прелесть магнитов? Почему так? Потому что... Смотри, я раз поставил. Отлично. То есть он прихватил его сразу. Все, да. Я его вот после этого могу... Повысачиваю. Почему я... Да, смотри, я выставляю железкой к этому магниту, она уже держит. Ой, к этой штакетке, а магнитом к этой. И он у меня из-за этого хорошо прилепляет. Вверх выровнял. Вверх выровнял, все выровнял. И все. Без помощника можно... Да, да, не надо там профнастил вот этот вот на ветру болтаться вместе с ним. Я спокойно, без напряга взял, правда, дорогие саморезы. Ну, у них, правда, других дешевых и не было. Просто говорят, дешевые, которые типа кровельных саморезов идут, у них сворачивают вот эти шляпки. А я взял прямо на заводе, в цвет открашен, чтобы вот, ну, прямо вот один в один, да. И у меня прямо шикарно, они крутятся туда. А про магнитики сам придумывали? Подсмотрел где? Сам придумал. Я смотрел когда-то про заборы вначале, когда человек там профнастил крепил. И он подобными магнитами, только большего размера, приклеивал профнастил через профнастил к направляшкам, чтобы у него его не сдувало, не выворачивало. Ну да. Ну вот, а тут у меня как бы, я думаю... Типа шаблончик, получается, ключ еще держит. Да, 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 то есть, это приятное с полезным. Все, выставил. И кручу сразу же. Оп. Нет, мой рублик надо поднять. Рубль стоит? Ну, там что-то, да. И кручу сразу же другую, противоположную от этого. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. С левой руки неудобно, я не в ту сторону, конечно, пошел. Ну да. Но других вариаций у меня нет. Засверлился и... И подприжал. Ну, сильно стараюсь не давить их. Ага. Вот. Одну сторону выставил, сейчас вторую. А которая сторона к магнитам, я сейчас эти два прикручу. И спокойненько уберу магнит, и я буду добивать вторую сторону, да. Только главное следить, чтобы в момент, пока я прикручиваю, не убежало от магнита никуда. Ну вот, все, магниты переставляю. Отлично. И сюда. Какой-то. Приятненько. И оно растет. Я, допустим, может быть и не быстро, но... Ну, качественно. И сам все сделаю. Да, смотрите еще, что у меня, головка визита. Магнитная? Нет, какая-то дешевая, но... В чем все дело? Я снял с нее болгаркой вот этот заход, потому что у саморезика и так маленькая. Совсем шляпка, да. И здесь еще был такой конусный заход. И я бы сворачивал края, то есть он бы у меня проворачивался и портил бы краску. Поэтому я стащил болгаркой до ровного захода, чтобы была большая площадь граней. И спокойно... Просто спластные лайфхаки. И спокойненько, да, погнал. Так что сейчас перекручу еще эту одну штакетинку и пойдем дальше. Так... Ну, кстати, мы наслышали, у тебя какое-то ЧП вчера произошло тут. ДТП точнее. У меня, на самом деле, всю неделю какие-то ЧП происходили с машиной просто... Прошлая неделя началась с того, что меня остановили ГАИшники. А в момент, когда я от них отъезжал, у меня вот прям вот только я от них трогаюсь, у меня оборвало ГРМ. Сейчас мне скажут, какой ГРМ на Ниве. А у меня мотор стоит от этого самого, от двенашки, только с поршневой, от X-Ray. 123 лошади в ней. Ременная передача. То есть ГАИшники удивились, почему я это самое... Ну, почему меня оборвало ГРМ. Ну, я капот не открывал, просто сказал, сломалось, сейчас за мной приедут и утащат. То есть, ладно, оттуда я благополучно эвакуировался. А на вчера еду с работы, и у меня произошло ДТП. Вот такое. Кстати, ну ничего так, да? Нежно. 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 Скини, приложи фотки. Фотки. Фотки того бедного Гольфа, который я уничтожил. Хорошо, приходим. Фоточки на экране, можете посмотреть. Дело в том, что здесь стоит лебедка. Под лебедкой, вот если присмотреться, не знаю, сможешь показать, нет, там идет швеллер. Швеллер идет во всю длину, вот до сюда где-то. Ну, тут его плохо видно. Плохо, да. Но дело в том, что здесь лебедка. Вот это не дырка, это технологическое отверстие, что переключать нейтралку на лебедке. То есть, это все целое. Только единственное, что вот у меня повреждение, это номер. И у меня вот появилась новая трещина, это вот эта. Это мне соседи въехали, а вот эта вот тоже новая. То есть, вот полезла краска, да, вот мои сие повреждения. Но дело-то было в чем? Почему ты в него ехал? Главный вопрос. Зачем ты это сделал? Я не хотел. Он метался по дороге, не знал, куда ехать. Я ему решил сказать ей прямо, ну и подогнал его. Но на самом деле, я когда увидел, что он тормозит и хочет повернуть налево, я резко нажимаю с тормоза, она на больших колесах очень тяжело останавливается. Но я так продавил, что смотрите, что у меня произошло. У меня вырвало суппорт наружу. Ребят, кто понимает, наверное, тот должен... Вот это я уже доделал. Это я пытался заблокировать, чтобы у меня тормозуха не брызгала. Но дело в том, что вот тут он должен сидеть. А его вырвало от тормозных колодок сюда, оторвало полностью из посадочного места. Вот мои цилиндры вылезли. И ручьем текла тормозуха. Короче, у меня просто экстренно обрубило тормоза. Поэтому я думаю, что этой осенью я буду ставить на эту машину этот самый тормоза от Соболя. Это очень сложно, дорого. Но, блин, это просто необходимо. Потому что вот такой апокалипсис случился. Я вот такого за 15 лет работы в автосервисе не видел ни у одного клиента, как у меня отрывает. У меня всегда что-то отрывает. Что-то всерьез. Что-то всерьез, да. Смотрю, какая-то струбцина еще примутана. Это я пережал тормозной шланг, потому что тормозуху было не остановить. Она поливала ручьем. В итоге у меня сейчас это колесо вообще не тормозит. Вот. Ну, завтра поеду на работу, я все это исправлю, конечно. Но сегодня-то надо было как-то передвигаться. Поэтому я затянул тут струбцинкой шланг. Потому что все мои болты, которые я пытался запихнуть, ничего не помогло. Вот. Ну, а делали с легким испугом. Написали договоры. О, этот самый, как его? Европротокол составили. Он благополучно поехал. Блин. Ну, первая авария, наверное, за 15 лет. Такая, блин, под впечатлением. Ну что, без человеческих жертв. А чем мы сегодня займемся? Я вот смотрю, ты там канат какой-то приготовил. Пойдем покажу. Да, бог с ним с этим. Это все железки. Ладно. Смотрите, что у нас есть. Сейчас я вот это уберу. Мы сделали... Кровать. Да, лежачок такой подвесной. Смотрите. С фанерки вырезались спинки. Фанерка мне знакомая. У нас такая же стоит. Вот. Сделали все на ПВА. Клей вклеено. Брусочек. Остаточки моего красивенького. Сюда мы тоже ложим фанерку на пол. Ну, наверное, это будет сидение. Ножек почему нет? Потому что мы его подвесим на канат. На канат. Я заплел уже один рым. Вот так вот. Будем вот этот рым крепить к потолку. Вот к винилу. Сюда. Нет, к винилу не будем. Я думаю, вот таким образом подвесим. Опустим вниз. Сделаем там тоже рым. И у нас будет четыре вот таких каната, на которых она будет качаться. Алина уже сюда сшила подушки красивые. Кстати, вон там с бабушкой качаются. Посадишь? Укачивают. Побольше качалочка, я так понимаю. Да, да. Это чтобы и вдвоем уже детям было удобно покачаться. Тем более, что Никитус стал вставать. Ему вот эти вот спинки просто необходимы. Понятно. Ну что, приступаем. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Примерно прикинули, берем еще 20 см на то, чтобы замотаться сделал надрез и пытаемся разрезать не знаю каким способом болгаркой обычно Нож нормальный у нас человеческий поэтому а я еще вот так вот видел люди режут А вам слабо? Да Ага Чего мы тут делаем? Ограничили расплетку Ага Расплели Сделали, чтобы не распушалось кончики вот эти Да По ходу скручивания волокна чтобы не расплетался, да? Там можно вообще ну вот просто вот все Конфетку завернули такую Да Потому что много времени тратить на это все немножко жалко Правильно? Дальше Продели рым Сделали Сложили Сложили так, чтобы завязка была со стороны вот чтобы у нас петля была Угу Теперь Раз Раскрутили немножечко Вот так вот Разжали Этот самый Канатик И понеслась Ну допустим вот первый 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 пропихнули Сразу В натяг Да Сразу же раз его подтянули Все Вот у нас Второй Второй Просунули в следующую Или через одну Ну а мы Получается Перешагнули Эту Соответственно Вот Проскочили сюда Третий Мы проскакиваем В следующую Вот она Идет И нам главное Не Просто Не Не Ну Соблюдать всегда Порядок Чтобы одна была Через Через канатик Ну да Чтобы красиво потом было Да Начало самое стрёмное Всегда кажется что что-то ты сделал не так Потому что что-то здесь Некрасиво Но в реалиях Если ты что-то вот подтянул ее Поднаправил Все Так И вот получается что у нас Первая Вторая Третья Берем опять первую Перешагиваем через эту Прыгаем вот Сюда Соответственно Вторым Будем ее Перешагивать Вот ту Которая Была первой И запрыгивать Вот Следующую Она у нас Осталась Мы ее Перепрыгиваем Вот Она проходит Под Нашим канатиком И запрыгиваем Вот в эту третью Вот Вот Не знаю я Насколько Понятно Объясняю Теперь все это каждую После каждого Вот три Сделали Протянули Ну и в общем так Повторяем до конца И смотрите уже Получается красивое Уже да Рисуночек появился Теперь ну нам не обязательно Сейчас запоминать Кто из них первая Вторая Третья Да просто мы берем вот первая Допустим ну вот Можем это сделать Первый Перешагиваем вот эту нитку Раздвигаем здесь Перешагнули Сюда Она у нас Ложится вот Получается она Следующую Значит мы берем ее Раз И у нас Пошла вторая Вторая Мы ее сюда укладываем Вытягиваем Угу У нас вот здесь вот Ложится третья Сразу же Мы ее Разгибаем И прописываем Сюда Третий Канатик Который у нас был Сейчас Здесь уже Туговато конечно Девушкам с маникюром Советую не Не браться За это дело Никак Все Протягиваем сейчас Вытягиваем опять Все Посмотрите Когда мы их вытягиваем Они все Превращаются Вот в такую красивую Косичку Походу Движение Без узлов Стремных Все так Нормально Красивенько Да Сейчас потом мы возьмем Вот это вот Когда доплетем Ну я сейчас наверное сниму Скотчик Можно срезать Сейчас Секунду Главное не порезать Этот самый Наш канатик Он тоже нежненький Вообще Мне больше нравится С изолентой Но Можно использовать Любой скотч Все Вот она Одна в одну пошла Спокойненько Без всяких Сейчас мы доплетем Концы уберем вовнутрь И И И все Будет красиво А кто нас будет качать? Действительно Кто нас будет качать? Ну вообще-то это так просто Надо маму Чтобы навесила Вторую голову Мамы не хватает Да Щелк 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 Только вместе с крышей Не ну здорово Я думаю что Ребер жесткости Вот под фанерку Еще не хватает Да? Там вишек провисает Ага Ничего страшного Сейчас мы поролоном Это все отрегулируем Маленьше За работой Та-та-та-та-та-та-та-та Лиза ну-ка Смешной свой танец Танцуй Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Так не упади пожалуйста Ну как Классно 무�ray Так подушки Nacho Сейчас подожди Газать Пугадай Но нам надо еще обувь с поролоном. Вылезай. Вон, на мягкое, вот сюда. Перепрыгивай. Ой. 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 Ой-ой-ой. Красота? Да, красота. Ой. Мягко. 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 Вот такой столик обеденный. Артемий смастерил, точнее, ножка, система. Давай покажем. Давай покажем. Все просто. И все гениально. Потом больше укрепить, наверное, на саморезы какие-то. Да, не знаю, пока он удобно стоит. Если закреплю, мне его не вынести отсюда. Не внести, не вынести, мне его не убрать получится будет. А так у меня вот эти вот штучки проходят везде. Очень удобно. Это как серединка от сот. Ну да. Очень удобно. Думал сюда подпорку еще поставить. Но тогда лиске неудобно под столом проходить. Тоже ерунда. Поэтому было решение исключить эти две планки. Вот и все. Нормально. Очень прикольно. Удобно. Очень удобно сидеть. Будьте осторожны. То есть даже когда сидишь, ножки в принципе не мешают. Ну да. Отлично. Так что, быстро. Так. Отработочка для Ильи. Для закалки. Железяк. Все. Ну все, ребята. Немножко поработали, помогли. Немножко отдохнули. Пора честь знать. Пора отправляться домой. Дом ждет живность. Работа и море. В общем, всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова